Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Я хочу озвучить то, что я стоял и на прославлении говорил Господу. Может, никогда я так и не делился, не говорил. Но знаете, я ощутил, я осознал и ощутил, что я счастливый человек, то, что я рожден от Бога, я христианин. Я это ощутил и осознал. Второе. Я очень рад быть частью церкви царя-царей. Знаете, в нашем городе много разных хороших церквей есть. Христианских, где вы можете прийти и послушать Слово Божие. Но это родное. Это то, куда ты идешь, стремишься. Это не то место, куда ты не хотя идешь, как будто тебя ведут. А это куда ты стремишься. Поэтому я очень рад быть частью церкви царя-царей. Я горжусь этим. Я смотрю. Знаете, я смотрю. Я не слепой. Я смотрю. Если кто-то хочет знать, на что я смотрю, я смотрю на невидимое. И там я получаю удовольствие. Знаете, такое ощущение вот этого, когда идет хвала, когда идет прославление. Просто наполняешься таким просто радостью, такой смыслом. Такое слово от Господа прямо приходит. Конкретное, простое, но четкое, доходчивое. И, знаете, руководство к действию. Что люди всегда хотят знать, что делать. И здесь тебе всегда скажут, что делать. Всегда. Вы никогда сюда, отсюда не уйдете пустым. Я не просто сейчас рекламу создаю. Боже упаси. Я просто наслаждаюсь. То, что я здесь. Я рад, что Бог создал эту церковь. Я скажу. Прежде чем эта церковь создалась, а когда мы приняли решение с супругой, с моей, пришел сатана в эту ночь. Днем мы приняли решение, а ночью пришел сатана. Я не думаю, что это даже был какой-то региональный демон, который контролирует страну там. Я думаю, что это был сатана, потому что он пришел, как рыкающий лев. Из этого я из слова узнаю, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И у нас была битва с ним. И я так думаю. Ничего себе. Не просто демон пришел, не просто бес пришел. Пришел сам сатана. Знаете, он просто пешком не ходит. Он простым людям не ходит. Он посылает туда демонов и бесов. Но здесь он пришел. Значит, есть большое, большое будущее и очень сильное влияние. И знаете, что? Бог берет немудрое, и через это немудрое он озвучивает себя. Вот что Богу надо. Богу не нужны сегодня умные, красивые, эрудированные, талантливые. Ему нужны послушные. Ему нужны те, кто его любят. Ему нужны те, кто поклоняются ему. Кто плачут по нему. Понимаете? Как говорят, что сохнут по нему. Понимаете? Вот Богу какие нужны люди. Еще. Я ощутил и осознал, когда стоял впереди во время прославления, я увидел две категории людей. Я увидел одну категорию людей, которые идут за Иисусом. Иисус во время своего служения творил чудеса. Он говорил со властью. Он, знаете, никогда не проигрывал. Он всегда был наверху. Он всегда был непобедим. Он был просто любимицем, любимицей публики, народа. И народ за ним ходил. Ему так хорошо было. И знаете, они могли даже несколько дней в пустыне слушать Иисуса. И потом я увидел другую категорию людей. Это другая группа людей. Это та группа людей, которая стояла уже возле распятого Иисуса Христа под Голгофой. Они стояли, плакали. И я увидел вот эти вот две категории людей. Одни идут за Иисусом, когда у Него все классно, когда вокруг успех, когда все, все, знаете, все нужды твои располнили, все классно, знаете, это большая, большая прям аудитория. Большая церковь, можно сказать. И были остались те люди, которые шли только за Иисусом. И им нужен был Иисус любой. И успешный, и распятый. И вот я увидел, что вот именно вот эта категория людей, которые самые были влюбленные в Иисуса, любовь, она все перенесет. И это стояла его мама под крестом, его любимый ученик. им было все равно, что сейчас Иисус не в успехе. Ему было все равно, что Иисуса оплевали, избили. Понимаете, по статье он сейчас идет. У него смертная казнь. Все это официально делается. Им было до этого все равно. Они показали свою любовь, что Иисус, ты для нас важен, когда ты творишь чудеса, и ты для нас важен, когда мы не понимаем, что происходит. Когда ты на кресте. Что это? Как это могло быть? Это ошибка. Что Иисус сделал, понимаете? Но любовь, она не всегда имеет ответы, но она всегда с объектом своей любви. Вот, такие вещи я хотел поделиться. А еще я хотел поделиться. Я через час где-то только начну проповедовать. Знаете, вот к группе христиан я хочу сейчас обратиться. Это не все христиане, это группа, определенная категория людей. Никогда не останавливайтесь в духовном развитии. Никогда не останавливайтесь, развивайтесь. Знаете, есть такое слово. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам 13, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Знаете, младенцы во Христе у них не глупенькие лица, у них очень умные лица. Когда они говорят, они говорят уверенно. И люди думают, какой умный человек, это может быть тоже младенец. Он говорит, он рассуждает, он прям мыслит. А потом сам же вот этот младенец, когда взрослеет, вспоминает и говорит, я знал раньше, я знал все ответы на все задаваемые вопросы. А теперь я иногда думаю, что же ответить и не знаю. Понимаете? и каждый взрослый вспоминает свой подростковый возраст. Каждый вспоминает себя умным подростком. Вы где-нибудь доходили глупых подростков? Я, например, был умнее своих родителей, когда я был подростком. Реально. Реально в своих глазах я был умнее, а они были как будто младенцы. Но теперь это смешно для меня. Поэтому апостол Павел, он тоже был младенцем, но он не остался им. Он повзрослел. И повзрослев, что он делал? Он продолжал развиваться. Многие повзрослев останавливаются. Ну, все. Я теперь проповедовался, находился, помогал всем подряд. Теперь я должен сесть на таком натрончике на своем, и я должен быть таким уважаемым учителем. Уже многое не впитываю, знаете, но зато я знаю, теперь я знаю, я знаю, могу научить каждого. Послушайте, есть этот стопор, когда христиане останавливаются в развитии. Они все знают, они все прочитали, для них ничего нового, они слушают проповедь, они говорят, это я уже знаю, лучше его могу проповедовать. Послушайте, никогда не останавливайтесь. Почему? Вопрос. Потому что в тот момент, когда вы остановитесь, и вы перестанете развиваться, вам станет скучно. Вам станет просто скучно. и вот от этой скуки вы ее начнете заполнять чем-то другим. Вот она опасность. Найдешь себе другую замену. Ты уже скучно, ты уже все знаешь. А это всего лишь говорит о том, что не дух питался, а разум, душа. А знаете, ум и разум, они надмиваются, гордость приходит и так далее. Поэтому развивайтесь, как только, знаете, есть вот эти возраст, младенец, отрок, подросток, юноша, взрослый, дедушка, прадедушка. То есть все эти возраста есть в Господе. И для вас, для каждого возраста есть определенное, что вам нужно познавать. Вот я поклоняюсь Господу, я в тупики такие иногда вхожу, и я понимаю, что мне нужно еще многое познать. Я вообще думаю, что Господь, я даже еще не начал, наверное, познавать тебя. Так многое еще опознать. И поэтому я хочу вас предупредить. Как только вам стало скучно с Богом, это тревога, это звонок. Итак, тема проповеди будет называться «Одна единственная цель». Христианство без Христа не имеет смысла. Вот смотришь иногда и слышишь, что верующие люди ходят на собрания или ходят в храм. Знаете, что их там ждет? Обряды. Вот это мы сделаем, вот то сделаем то. Понимаете, нету фокуса на самом Боге. И знаете, мне Господь встой дух вот так вот открыл, что если мы не увидим Бога, мы не изменимся никогда. Послушайте, люди, которые видели Бога, они изменились. Моисей изменился. Кто еще видел Бога? Апостол Павел, он изменился. Люди, которые лично, даже Фома, Фома в народе говорят, неверующий Фома, он неверующим был, пока он не видел. А когда он увидел раны, когда он потрогал, когда не только духовно, но и физически он получил доказательства, он тут же упал и сказал, Господь и Бог мой. Понимаете, это уже был Иисус после своего воскресения. Вот. То есть, люди, их жизнь меняется только после встречи с Богом. Если вы верите с чужих слов, вам рассказали. Это, в принципе, это начало вашего хождения с Богом. Но, послушайте, вам нужно лично встретиться с Богом. Вам нужно лично встретиться с Богом. Это так важно. Смысл христианства, послушайте, это не просто помогать людям. Это не просто ходить проповедовать. Это не просто читать Библию. Цель христианства это Христос в центре. Все. А служение людям выходит уже оттуда. А чтение Слова Божьего, изучение и глубина, когда ты насыщаешься, реально наедаешься, это приходит уже потом из этого. Центр, понимаете, иногда люди смещают этот центр. То, что и произошло с Первой Церковью, в 300 году ее узаконили, перестали гнать христиан, и они что стали делать? Они перестали смотреть на Христа, они стали возводить величественные храмы. Для кого? И сегодня человек приходит туда, что храм этот может сделать ему? Ничего. Ничего. Иисус так и сказал. Вы будете поклоняться Отцу ни на Горесии, и ни в Иерусалиме. Что? Господь, ты же сам сказал, что вот где место поклонения, вот храм. Ты сказал, что Давид не построит, построит его сын, и построил, и ты приходил туда, а почему ты говоришь, что больше нет? А больше, а Господь переехал. Занавес в храме разорвалась сверху, Господь показал, что это он был инициатором разорванной завесы. Не дьявол разорвал занавес, не фарисеи разорвали занавес, они ее сшили наоборот, и удалили это из всех архивов подальше, этого не было, это все, 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 продолжаем, продолжаем козлов, овец приноси. Господь говорит, вы и так и не поняли? Хорошо, давайте дикари, вперед, отмашку дал, что произошло с храмом? Как Иисус и пророчествовал, не осталось места камня на камне. А знаете, почему не осталось? Потому что там было золото, и его грабили язычники. Скобами эти камни были соединены с скобами золотыми, этого никто не знал, это знали только священники, очень узкий круг людей. И когда туда закинули огонь, факел, этот храм вспыхнул, он стал гореть, он стал ярко гореть, и до сих пор люди не поняли, что храм горит, что все, занавес ничего не сказал об этом, горящий храм ничего не сказал им об этом. Тогда был разрушен Иерусалим и захвачен. Потому что Бог переехал куда? В твое сердце, поэтому Иисус и сказал, и надо слушать то, что Иисус говорит. Он сказал, что отцу будете поклоняться и не на горе сей, и не в Иерусалиме. Понимаете? Если вы хотите знать, где поклоняться отцу, можно на любом месте. Например, Иона молился Богу, не находясь ни на земле, ни в воздухе. В воде, в подводной лодке. Из подводной лодки Бог слышит, вот для подводников, подводных лодок. Бог вас услышит там, если вы будете молиться. Вы можете прямо принять Иисуса Христа в подводной лодке. Итак, одна единственная цель. Одна. Немного. Она одна. Давайте мы прочитаем Матфея, 13 глава, 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Смотрите, что здесь сказано. Здесь Иисус рассказывает про случай. Вы можете набрать, знаете, там, посмотреть, как люди находят клады, сокровища, ой, там, заинтересовывает. Такие бывают клады находят, знаете, ой-ой-ой, серьезные. И здесь сказано про одного человека. Здесь сказано, что он работал на поле. И вдруг поле, что такое поле? Да ничего, просто копаешь одно и то же. Черная земля, копаешь ее, камни вытаскиваешь, палки вытаскиваешь, сорняки вытаскиваешь, сеешь туда, собираешь, продолжаешь, ничего такого. Знаете, сверхъестественного на поле не происходит. Кто работал на поле, вы ничего сверхъестественного не видите. Но бывают необычные поля. И вдруг, вот в жизни этого человека оказалось необычное поле. и работая на поле, он вдруг нашел сокровище, нашел клад, зарытый на этом сокровище, на этом поле. И написано от радости. Когда он нашел это сокровище, у него появилась радость, у него что-то новое появилось в жизни, у него появился смысл теперь, у него появилась цель. И знаете, что он сделал? Он понял, что он все сделает легально. И знаете, что он сделал? Зарыл до времени. И у него улыбка не сходила с уст. И он такой счастливый. И все, что для него раньше было ценностью, теперь он говорит, за копейки отдам. За копейки все отдам быстро, продам все. Почему? Он встретился с сокровищем. и знаете, что он делает? Его действия какие? Теперь у него цель. Цель, которая не проходит у него, не пропадает у него. Он не может, знаете, заснуть с этой целью, а проснуться такой, думать, как скучно живется, что-то так скучно, что бы мне поделать? Нет, это цель, с которой он засыпает, и цель, с которой он просыпается. И она никуда не выветривается, она просто захватывает эту цель изнутри. Почему? Потому что это сокровище принесло ему, принесло ему радость. И он так улыбается, он представляет, как неожиданно его жизнь изменилась, и он идет, знаете, он же не может взять это, это же не его. Он идет, все, что имеет, продает, покупает то поле, приходит и говорит, сколько это поле стоит? Столько это? Держи, сразу. Все, все, что теперь на этом поле, мое. Дальше мы читаем, 45 стих. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущим хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Я даже не знаю, что это за жемчужины, какой величины эти жемчужины. Я знаю, что есть огромная очень жемчужина. Человек лежал, он нашел ее, она лежала там несколько лет, он даже не знал, что это жемчужина. Каменюка и все. Потом только это все выяснилось. Смотрите, когда жизнь человека меняется, когда у него появляется цель, когда он встречается. Знаете, для многих Иисус рассказал эту притчу. Он рассказал, что эта притча, она не несет только единственный какой-то смысл. Она также о нас. Мы то сокровище, которое Господь нашел в этом мире, в этой грязи, на поле, это грязь. Он нашел сокровище, мы сокровище. Когда Господь говорит о сокровищах, Он говорит, вот, например, собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа, там, не истребляют, где воры не подкапывают, не крадут. А собирайте их на сокровища. То есть, приводите людей к Иисусу. Единственное, что вы можете перенести с земли на небо, это идет только человек. Больше на небо ничего не идет. Ни животные, ни вещи никакие. Ты там засунул в карман, у тебя и в кармане останется, ты туда не сможешь что унести. Только единственное, кто идет с неба, с земли, может попасть на небо, это человек, это душа. Вот о каких сокровищах Господь говорит. И он говорит, что это мы его сокровища. Он нашел нас. И написано, что он отдал все, что имел своего единственного сына и приобрел это сокровище. Так же эта притча относится и к нам. Станет ли это сокровище для нас сокровищем? Бог станет для нас сокровищем? Будет ли Христос в центре нашего христианства? Знаете, для многих цель в христианстве вот если например честно оголить цели христиан, у них абсолютно разные ценности. У всех у нас разные ценности. Иисус даже к верующим говорил, что у некоторых цель там поесть, попить, поспать, одеться и потом поспать. Понимаете? Но это не цель. Это не цель. Цель она должна быть духовная. Она должна быть вечная. Она должна иметь продолжение вечности. Вот тогда это цель. И знаете, что у многих христиан, например, цель в христианстве это состояться, стать проповедником, стать пастором или занять какое-то место, какое-то слушание получить. Или знаете, у некоторых цель, например, большая церковь, большое влияние, реклама, влияние, чтобы все знали, приходили сюда, знаете, очень влиятельные люди, офицеры какие-нибудь приходили там, я не знаю, кто еще там, там высшие чины из полиции приходили, врачи, доктора, знаете, и говорили, о, благодаря вашему служению мы вот поверили в Бога. Знаете, для многих абсолютно могут быть корыстные цели, но является ли для тебя целью Христос? является ли для тебя единственной целью? Это Христос. Все остальное это Господь творит. Я вам скажу, если вы хотите знать, самый успешный служитель во всей истории на земле, это был Иисус Христос на земле, он был самый успешный служитель, но вы знаете, что он ни одного, ни одной рекламы о себе не сделал. ни одной рекламы. Он не говорил, что так, надо брошюрок сделать, надо сделать этих баннеров, эти, знаете, флайеры, вот, сделать расписание, что в такой-то церкви будет проповедовать Иисус Христос, приходите, чудеса будут. Он не делал этого. Наоборот, когда он делал какое-то чудо, он говорил, молчи, молчи, мне еще надо здесь побыть, мне надо встретиться с людьми, а ты сразу привлечешь много людей, они на меня набросятся, все будут с вопросами, знаете, все будут с телекамерами, тыкать будут в рот микрофоны свои, брать интервью, мне сейчас это не надо. И знаете, что Иисус не сделал о себе ни одной рекламы, и весь мир знает о нем. В этом что-то есть. Позволь Духу Святому сделать тебя известным. Если действительно у тебя есть Бог, если у тебя есть любовь, знаете, любовь, ну как бы две стороны любви, одна к Богу и к ближнему, если у тебя есть, Дух Святой приведет к тебе людей. Обязательно. И я не вижу, чтобы Иисус бегал за какими-то людьми. Просто бросал вызов, следуй за мною. Одни шли, а другие отказывались. Итак, что для тебя цель? Какая у тебя цель? У меня в жизни цель стать богатым. Для чего? Ведь ты же изменишься, став богатым. Если тебя сейчас не устраивает твое, если ты несчастлив даже в том малом, что ты имеешь, послушай, ты перенесешь это, и будучи богатым, ты будешь еще больше роптать. Ты будешь таким же недовольным. А есть люди, которые, например, у них какие-то недостатки есть, то они довольны в этом, счастливы. И они стали, например, богатыми. Ну, они продолжают быть довольными. А если ты недоволен, ой, денег мало, всегда будет мало, даже когда у тебя миллион на счету будет, ты будешь говорить, а вдруг он исчезнет? Вдруг арестуют, мой счет заморозят? И будешь думать про носки и чулки? куда прятать? Будешь об этом больше думать. Поэтому будь доволен в том, что ты умеешь, кто мало. И позволь, позволь богу тебя сделать известным. И ты никогда не ищи этого. Никогда не ищи известности. Потому что это пагуба. Люди настолько коварные. Люди настолько лукавые, лицемерные, предатели. Они тебя будут возносить, возносить только для того, чтобы потом опустить тебя. Когда возносят люди человека, бойтесь этого, они делают это для того, чтобы потом отойти в сторону и ты упал бы со своего олимпа. И все бы на тебя еще три раза плюнули и что-нибудь еще кинули в тебя. И сказали бы, и мотали бы головами. Да, 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 да. Те это будут делать, кто тебя хвалит. Ищи славы от Господа. Ищите славы от Бога. Так Библия говорит. Я вам скажу, если вы хотите для Бога сделать день, прекрасный день, сделать Ему подарок, дойдите до этого откровения и скажите Ему, Бог, я люблю тебя, но осознанно. Осознанно. И подпишите под этим, я готов для тебя сделать все, что угодно. Все, что ты мне скажешь, все, что мне дорого, я все это сделаю для тебя. И я прошу, Дух Святой, помоги мне в этом сделать, потому что я, 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 можешь так же, как Петр, о том и сказать, да я не говорил этого, вы что? Дух Святой поможет тебе, но Бог ищет поклонников, это означает, Бог ищет тех людей, которые без ума от Него, ненормальные, не то, что ненормальные, я без ума без от Бога, поймите, осознанно, я настолько влюблен, что я захвачен Богом, почему? Моя цель не заканчивается на земле, она продолжается в вечность, идет, понимаете, вот это цель, ради которой можно жить, а не то, что цель, знаете, многих людей обнажить, что есть, что одеть, что пить, вот и все, ничем не отличается от обычных людей, от язычников, но когда твоя цель, как христианина, поймите, я сейчас никого не ругаю, я никого не обличаю, мы все были на этом поле, не зная, что там сокровища, иногда ты ходишь на собрание, думаешь, что особенного, ну что особенного, ну что особенного, так же и, представьте, ученики Петр и Иоанн, они шли в храм по обыкновению, просто идем в храм, у нас дисциплина, мы ходим в храм молиться, и увидели калеку, и начались чудеса, что-то необычное может произойти от обычного, это обычное поле, но ты не знаешь, что внутри этого поля, ты думаешь, обычная церковь, и не знаешь, какое сокровище здесь сокрыто, главное сокровище в церкви, скажите мне, что это за сокровище, Иисус, ради Него, когда ты с Ним встретишься, когда твой дух, твой разум сделает оценку, Он оценит, тебе будет легко все делать для Бога, жертвовать любым, ты будешь временем, ресурсами, своим сном, всем, 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 своим свободным временем будешь жертвовать, и для тебя это вообще не будет сложно, вы думаете, это сложно было для человека продать все, что он имел, представьте, если он анализирует сокровища и то, что он имеет, а он имеет там вообще ничего, можно сказать, вы думаете, ему сложно это будет сделать, ему будет это очень легко делать, и он это будет с радостью делать, продавать, и быстрее, чтобы приобрести то, все, Вот почему многие христиане останавливаются. Христос для них не сокровище. Для них может быть сокровище, это люди, церковь, может быть служение, но не сам Христос. Не сам Христос, к сожалению. Не дошли еще дотуда, еще на этом поле копают. Я молю Бога, чтобы работая на этом поле, ты встретил главное сокровище Иисуса Христа, чтобы твоя жизнь могла измениться. Аминь.